Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение партии в Сидмэйр Стивилизейшн 6 Gathering Storm, в которой я не играю, а комментирую действия других участников. Вот такая вот партия. Рекомендую перейти к первой серии, если вы случайно наткнулись на эту, потому что лучше смотреть с самого начала, ссылка есть в описании к этому ролику, либо в правом верхнем углу появляется. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. И спасибо вам, уважаемые спонсоры, за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. А монгол в темный прям даже? Монгол в темный. Получается, тут какой-то что ли континент или как? Такой кишкообразный. И мы все на континенте супергерол, да? Да, вот главное, причем все на одном континенте. Франция, а ты не очень-то обнаглела? Извиняюсь. Ну так город близко поставил. Здравствуйте, Ради. А у тебя вот чудо какое-то вот у твоего города, блин, где мой разведчик стоит? Нет. Так нормально? Ты, получается, уже железо открыл? Я железо открыл, да. Но не обработал, а он меня показывает то, что там есть этот, ну, значок науки. У тебя, получается, просто... А у меня на нем просто этот житель работает. Да, 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 понял. Смотрите, можешь сейчас у себя супергерол показать это место, о котором ты говорил. То есть вот видите, вот тут железо, у него работают жители, показывают значок науки. И скаут... Скаут стоит тоже на месте железа. То есть тоже железо, но тут не видно. То есть вот, ну, очередной глюк Цивы, как всегда. Ну, да, бывает. Он, кстати, и селитру так полить можно, и алюминий. Ну, вот кто, интересно, сюда первый город в итоге поставит? Конго или Венгер? Нигде нету города-государства. Не, у меня вообще ничего нету. У него тут пустыня, пожалуйста. У меня и пустыня, и тундра есть. Это еще француз так выкупил, что ли, клетки? Что для души еще надо? Ну, это... Это он сейчас сагрит монгола, походу. Ну, тогда ждем. О-о-о! Это жадно. Это, мне кажется. Хотя... Что так грустно сразу? Если... Если... Француз уверен в своих силах, ну, я не знаю, тут не выглядит так, что он опережает сильно монгола по развитию, да? Когда морская построила галерку, и сейчас все города-государства по островам соберет, вот, и у него будет хороший буст. Но по островам не факт, потому что через океан-то он плавать не сможет. Ну, больше шансов встретить галерку. Ну, то, что большинство... Да, кстати, Рим, это вот Супергрел сейчас правильно говорит, потому что я вот сейчас вижу, открыли всего лишь 4 города-государства. А сколько ты поставил, мистер Ди, количество городов-государств? 15. 15, да. То есть где-то еще 11 городов-государств. 12 стандарт, на 3 больше за место одного игрока. И только 4 города-государства я вижу, что встречено. Ну, по всей видимости, где-то есть остров для игрока одного. Сейчас реально Рим может плавать и найти. Я могу сказать, что в игре есть один игрок, которого никто не встретил. Ну, вот, возможно, он на большом континенте. Как раз на самом деле нет. Ну, правда, опять же, ацтеков до сих пор тут не исследовался. Идет в 3 города почему-то. И не хочет исследовать ничего. Это напоминает кубита, который за Россию в прошлой игре играл. Тоже, блин, к концу игры нифига не исследовано. Монгол, мы с тобой воюем или что? Ну, ты начал. Мяско, открой, пожалуйста, эпохи. Я хочу посмотреть, кто там во что вышел. Что будешь делать? Не важно. Ты узнаешь. Вторая кнопочка справа. А, ты ж никого не встретил, блин. Сорян. Все, спасибо. А, ты че застой не вернул? Ну, какая разница? Кто там кого не заметил? Мяско никого не встретил, господи. Мне не надо, я хочу один жить. И тебе, и одному, хорошо. Я забыл, что тут не показывают же у кого что. Так, в нормальном веке Конго. Привет. Взратно город поставил, хочу сейчас сказать. Рим, наверное, должен быть в золотом, мне кажется. Ну, поднимайте, да. Да, Рим в золотом. Очень хорошо. Ну, вот сейчас пока, конечно, выглядит Рим неплохо. В том плане, что ему никто не мешает. Может, тогда у него территория, правда, не совсем прям вот такая. Чтоб можно было такой, вау, сейчас я тут раззудись плечо. Но зато он один сидит. Кто дышит в микрофон? Айкрок. У венгра... Поставь на кнопку. Или замуть себя. Да. У венгра... Сейчас, смотрите, я тут просто немного разбираюсь со стримом. У венгра проблемы с Конго. Территория хреновая, прямо скажем. Блин. Блин. Её мало. А что там, кстати, Супергерл около того чуда? Он поставил город? Он будет там что-то в Петру идти? Нет, он не хочет. Но он в сторону Конго, видите, расселяется. Он в первую очередь забивает. Ну, тоже в этом есть определенный смысл. Потому что там-то ты всегда поставишь. А тут что? Так, что у него? Производство в городах, производство поселенцев, производство строителей. Плюс два влияния. И хочет на что поменять. Ни на что не поменял. Я американец в нормальном веке. Венгар в нормальном. Монгол, по-моему, тоже в нормальном. А, не, монгол в темном вообще-то. И он вышел во всадниках. И он сейчас всадников будет строить. Давайте вспомним, что там. Ну, во-первых, почему француз сразу объявил войну монголу, чтобы он к нему торговый путь не отправил и не получил торговый пост, который сразу дает плюс. Я не увидел предложение право похода. Да ничего, ничего. Торговец сразу же создает торговый путь в городе на значение. И это получает дополнительный уровень видимости у цивилизации с торговым постом. Дополнительный уровень видимости это плюс три. Нет, это было лучше, когда там плюсовое. К силе. Все монгольские юниты удваивают обычный бонус за то, что их уровень дипломатической видимости выше, чем у врага. Раз удваивают, значит, еще больше силы. А также все юниты кавалерии получают плюс три к боевой мощи и могут захватить чужие конные юниты. Я не знаю, что он был за руинен лошадьми, а у вас там... Ну, короче, тут Фаусту... Это в прошлый раз. Все понятно. Ну и плюс у него уникальное здание Орду, которое заменяет конюшню. Всего лишь на плюс четыре зажигались... Дает плюс один дополнительное очко перемещения для легкой и тяжелой кавалерии, построенной в этом городе. Поэтому... Смотри... Ставит эту Орду и строит там... Он, по-моему, не поставил военный лагерь вообще. Да, просто всадников строит. Ну, зря. Он мог выйти в военные лагеря, поставить их и иметь два города у Монгола. Ну, тут, не знаю, я считаю, что просто жадно очень играет француз. То есть это он просто сагрил Монгола на себя. Всегда можно договориться с игроком. Мне кажется, я должен быть с кем-то, я не знаю. Монгол... Ну, скорее всего, с тобой должен был быть... Да, конечно, у него с другой стороны как бы воевать надо, но если бы... Что, какой вопрос? Я вам все расскажу. Давайте, спрашивайте. Что, Леш, как думаешь, я тут один или нет? Смотри, там прям расширяется он. Остров. Ну, блин, исследуй. Что за фиг... Я же не вижу, на самом деле, всю карту. Как же я тебе скажу реально? По материков. Сложно сказать. В данном случае сложно сказать. Это меня этот Ацтек спрашивает. Один он или не один? А хотя нет, задание почему-то от города-государта появилось без постановки города. Так ты и постановки не сможешь. Поставить город теперь у него? Найди мне место такое. Ну, проблема у Монгола, что он как-то фигово развился, у него мало городов. А интересно, если мне эту ГГшку за... Лошадей у него не хватает, чтобы садников строить. За... Винтись вообще еще лошади. Купить юнитов. А. Мобилизовать юнитов. Интересный вопрос. Думаешь, тебе дадут этого поселенца? Да не, вряд ли. Скорее просто дуболомов всех передадут. Но все равно забавно. Да, но вопрос хороший. Нет, у него больше лошадей. Мало лошадей у Ацтека для серьезной атаки. Но вообще, вот тот Ларошель с силой 10 вполне заберется и одним всадником. Хотя, глянем, что там у француза вообще есть какая-нибудь армия. Нет, короче, на самом деле, Монголу сейчас надо просто бежать к Ларошеле. У француза сила 29. Ой, очень самонадеянно. Вот, сила Рошель сейчас просто забирается. Даже одним всадником. Если он туда прибежит. О, вот тут, видите, у Перинеев отличные места для кампуса. Что там плюс 3 можно поставить. Ну, тут плюс 3 для Бордо, например, будет кампус. А тут еще для Коньгорода. Ну, вот этот, например, поставить тоже плюс 3 кампус. Тут вот у француза и монгола как раз есть горы, которых нет у него. Хотя у Конго. Ну, если посмотрим, что там Конго делает. Конго с такими соседями как-то затормозил с расселением. 4 города, строится поселенец. Один поселенец уже есть. Интересно, как он его поведет туда, к Венгру. Ну, и Венгар, наверное, уже тоже ведет поселенца на ту клетку. Нет, не ведет. А, уже поставил город, вот, Эстергом. Буквально только что. Ну, это важнее, конечно, Венгру было поставить. Но мне кажется, это означает в итоге, что все-таки Конго и Венгар будут когда-то воевать. Скорее всего. Потому что они вот как раз хорошо друг с другом соседствуют. У американца с Конго... Ну, Конго в плохой ситуации. В том плане, что... Бали. Американец может вступить в войну, чтобы попилить Конго, например. Или не дать Конго захватить Венгар. Ну, там можно как-то подипломатить это все, попытаться договориться, обговорить. Так, ну, а Эстек просто отказывается исследовать, да, территорию вверх. Не хочет никого находить. Не хочет расселяться. А можно спросить, на всякий случай кто-нибудь будет еще религию основывать? Да. Мне бессмысленно. Скажем, ну да, еще, а у нас только одна. У нас нету. Ну, в смысле, священка стоит. Стоит. Значит, одна точно будет. Интересно, у кого? Да, да, я это... У Рима, наверное. Религию обосновлю. Возьму. Да, блин, что за обосную? Почему так... Почему так часто люди говорят, обосную религию? Ну, я так говорю всегда. Нет, ты обосной. Ну, да. Нет, это не Рим священку. А кто, у кого священка, это интересно. А вот священка, как бы так спросить, у кого она? Я так понимаю, что... Ради меня. А-а-а. Ну, я ей говорю, что пусть не волнуйся, я по-любому возьму. Да, да. Я спрашиваю у остальных, кто-то собирается, что-то... Всё хорошо у Рима, кроме территории. Ну, прям такая грусть. О, вот и Гранада, Мехико. Значит, на миникарте, вот тут у нас Франция, вот тут Монголия. Слушайте, они так вообще тут все как бы рядышком в некотором смысле. Блин, а где ещё города-государства тогда? Ну, вот у Рима... Так в прошлый раз? Рим ошибочно не построил вторую галеру и не поплыл в другую сторону. Действительно. Искать... А, простите, или это как раз вторая галера, вот ему надо было в другую сторону плыть, чтобы найти венгра. И на самом деле тогда для Рима было бы прикольно идти в морские юниты и пытаться венгра всего захватить. Ему даже лояльности бы хватило. Вот давайте глянем. Опять же, вот насколько влияет разведка в ЦИВе, очередной раз повторяю, потому что ты... Чем раньше ты откроешь какие-то важные стратегические штуки, а твой соперник их не откроет, вы... Ты, у тебя есть какой-то план, ты его придерживаешься, к нему идёшь. Посмотрите, вот эти вот города все с моря вообще изи захватываются. А этот город... Вот с этим, конечно, проблема. То есть тут нужна... Да. Будда, конечно, не берётся. То есть даже... Даже если у тебя фрегат, он только одним фрегатом обстреливается всего лишь. Это значит, что очень тяжело будет взять. Да. Я бы всё равно, вот я бы, если бы открыл венгра, я бы всё равно пытался за Рим идти в морские юниты и захватывать венгра. Потому что они по лояльности, когда эти города никуда не отвалятся. На них никто не влияет. То есть там вот эта Конго, только один город будет влиять. А когда ты захватишь все города, они друг на дружку будут влиять, и у тебя будет целая цивилизация дополнительно. У венгра уже плавает. Так, хорошо, что у американца по территории и потому, что он открывает... Уже 25 науки у американца, обратите внимание. Кстати, а сейчас у меня мыла нету? Вот в этой игре у тебя нормально всё показывает, кстати. Ах, она засранка. Кто? Да, в прошлый раз, когда вот так же через стримы, девчонка, скорее всего, сидела. Торренты качал. Ну, не иначе. Зави, что с твоим городом? Кто его там, варвары, что ли, осаждают? Разведчика, разведчик. Решил покой жить самоубийством через твой город, да? Да. Похоже, он это и сделал, собственно. Куда-то он испарился. Подожди, а откуда науки столько у американцев? А, подожди, Пингала у него там сидит? Так, и у Конга вроде Пингал. А у него, наверное, у американца уже прокачано, а у Конга нет. Супергерл, а губернатор покажи, какой у тебя? Ну, а кто же ещё? Ну, прокачку, прокачку. Ага, понял, спасибо. Да, Пингал. Плюс одна наука, то есть плюс пять по отношению ко всем остальным. И там ещё 15% идёт. Ну, и плюс у него тут ещё... Железо, то есть наука. А, ну и кампус, библиотека, блин. Чё-то я совсем... Ну, библиотека тут... А район вот в столице, покажи, какое у тебя там соседство. Онгол, ты уверен, что хочешь воевать? Четыре. А, вижу, да. То есть у него плюс четыре ещё камп. Я уверен, что я не хочу. То есть вот за счёт этого. Ты скажи, зачем ты этот город поставил? Ну, как зачем тут Везувий? И что? А чё он горе любит? Смысль? А чё он стоит? Да у тебя куча места слева, справа, возле... Слева нет ничего, там горы и дальше потом не пройти. А справа две ГГшки. Ну, ты мог там два города поставить слева? Я поставлю... Ну, блин, слушай, ну Везувий... У тебя чё там, снизу нет места, что ли? Нет у меня места. Ты мне как козь в горле поставил этот город, ты понимаешь? Значит, будем по родству. Е-е-е. Упорочка. Где-то далеко идёт упорочка. Ну, не знаю, чё-то француз уже успел всадников настроить. Ну, там у него, конечно, производство много. По сравнению с монголом. Хорошо, хорошо, так все. Нет, я, конечно, не настаиваю, но... И плюс у него... Да мне не жалко, не жалко. Смотрите, а лошадей откуда у него? Там, может, ещё кого-нибудь нужно убить? Да нет, я тут лошадками катаюсь. Ну, блин, откуда у него... Ну, я не вижу, что он лошади где-то обрабатывал, и вообще, сколько у него там плюс лошадей идёт? Почему сразу убить? Ты же агрессор. Я? Ну, да. 131 сила, 149. А где лошади? А, вот лошади над столицей, и всё? И он трёх всадников сделал? А у монгола только один всадник? А, он ещё их покупал... Он даже не... Он, наверное, их купил. У него с деньгами хорошо, у него, видите, вот... Тут вот эти три ресурса на деньги, он накопил денег прилично. И вот ещё тут деньги, да, видите? Завит, дружба продлевать будем? Ларошели. Будем, будем. Садника надо убивать, да. Не хватает силы, похоже. Ну, этот город как-то не... Вот, теми юнитами, которые нападают монгол, город не захватывается. И у монгола как-то... Нехватка армии-то особенная. И что, один всадник до сих пор? По-моему, такое ощущение, что он где-то первого потерял. Ну, потому что, ну, как бы, у него уже должно было быть ещё. Ну, и двумя городами. Мягко говоря, тут у монгола всё плохо. Даже если он захватит этот город французский. Француз явно будет сейчас круче по развитию... Ну, уже сейчас видно, что 14.30 против 7.8. Понимаете, да? То есть, монголу надо было сразу как-то идти в этих всадников, раз ты потерял развитие. То есть, у тебя должна была быть армия больше. А тут монголу не повезло с территории, в плане, что лошадей нету. Конечно, Везувий надо было раньше захватывать. Почему у него два города всё остается? Ну, тут не знаю, как они воевать, конечно, будут, но в долгую игру француз его пере... Ну, это сейчас типичная дуэль тут идёт. Тут у них нет никаких соседей. Ещё и вон каждый ход строят. Ну, в Ларошеле просто куча производства, как вы видите. Тут вот эти вот две клетки, три клетки обрабатывается. Ну, а... Ну, как бы французу это тоже не особо выгодно, но он так жадно поставил Ларошель, что тут без вариантов. Хотя, может, и правильно, что он выкупил. Ну, это... Просто это вот куча... И... У тебя город не... Хорошо растёт. Куча производства. Дёш, если есть киски взадников, не вернутся лошади или нет? Ещё раз чую. А, скинешь? Да, вернутся. Я их купил. Ладно. Нашёл ли Ацтек? Преодолел ли Ацтек свою робость и... Пошёл ли он на следование? Нет, три города сидит. Блин, мне Меско напоминает Кубита из прошлой игры, который за Россию играл. Тоже расследовал две клетки от грани. Да, да, и типа... О, так страшно смотреть, что там дальше. Ну, здесь у неё Кабул и Канти, кстати, встречены. Мистер Гипа, тобой, если что, Наска есть. То есть, пока шесть... Да и так что? О, под мистером Гимен Наска есть. В Ундре, что ли? Да. Нифига себе. Да, я туда даже не ходил, что там в тундре смотреть. Там есть и эти, как там, племена и всё. Как здорово. Да. Да, Наска, смотрите. Зря я не ходил, выходит. Ну, уже можно и не ходить, судя по всему. Ну, по всей видимости. Уже всё соберут. Всё соберут. Пылесосик там маленький бегает в тундре. Так, сюда город ставится, видите. Тут ещё город куда-то влезет. Всё равно места хорошие у Конга. Я всё ещё считаю, что в Конгу очень неплохо вывелись. Он ещё пойдёт в свои эти... Ему, конечно, ему бы культуру качнуть. Ему бы уже в театралочке как-то упороться. Так, что у Рима? Рим, по идее, больше всех должен сейчас видеть территорию. Какой красивый у Супергерл город в будущем будет. У Чуда? Какой? Да, у Чуда который. А, ну там ещё поставить... Всё. Уже строй. Зомби, а покажи, что это был за человек. Пожалуйста. Ага, спасибо. Эти два учёных забрал... Да, город приятный будет. Забрал американец. Уже двух учёных американец. Осталось только успеть. Если не успею, тогда он... Да, успею. Ну, Рим просто расселяется. Что правильно. У него, кстати, больше всех, по-моему, территория. Ну, если не считать француза, который вынесет монгола, тогда у француза будет больше всех территория. Ну, в принципе, для расселения у него больше всех. У Рима. Опять же, проблема только в производстве. Его нету. Ну, видите, американцу вот здесь вот есть острова, на которые можно поставить. Десять веры, в смысле? Десять веры, да. А толку-то? Видите, поставил город и сразу... Какой бонус пошёл? Пока ко мне не придёт Венгар, толку от неё особо-то и нет. Ну, красиво, красиво, американцы. Здесь тоже куда расселяться. Давайте глянем, как продвигается упорочка наша единственная. Ну, тут уже француз отбивается вовсю. Только сейчас третий город монгол будет ставить. Грусть, печаль. Видите, армия у француза уже больше, чем у монгола. Ну, кстати, такое производство, он, наверное, просто ещё не открыл стены. Я думаю, что француз либо у них... Либо открыл, либо в них идёт. И... Да, вон каменная кладка стоит. То есть, в Ларошели ставятся стены, и это просто не берётся уже город. Вот. И у монгола нету науки, чтобы туда идти. Так, а чё столько культуры у француза? Там же нет вроде даже культурных ГГшек. Неужели он Пингалу на культуру прокачал? Неужели он будет пытаться... Неужели он будет пытаться культурой побеждать? Видите, как быстро строятся тут юниты у француза за счёт этих вот трёх клеток, которые он обрабатывает? Все с производством. Плюс это ещё культуру даёт вокруг. Видите, Визуи даёт культуру и науку. Вообще зашибись. Не, места... Блин, я не думаю, что французу реально надо было так упарываться в этот город всё-таки. В любом случае. То есть, ему бы было спокойно расселяться, он бы поставил этот город там, не знаю, пятым. Но он бы его поставил всё равно. Может, он не захватил бы все клетки, но... Многие клетки. Я не думаю, что... Ну, не знаю. Ну, я говорю, как я бы играл. То есть, вот это реально сейчас будет француза тормозить. Монгол его не возьмёт. Но... Монгол уже просто ничего не остаётся, кроме как воевать. Поэтому... Он будет здесь просто... Будет просто очень сильно тормозить... Людей. Так. Ага. О, тут, смотрите. Вот, и сел в территорию Ацтек. Смотрите, какая прекрасная территория у него. У него три города-государства здесь. Которых он открыл позже, чем он политическую философию открыл. Что случилось? У кого? Ну, ты что-то сказал и... Нет. Всё. Всё нормально. Вот так есть куда расселяться. У него хороший... Вон, Бандар-Брюней, да? Союзить можно. Тут и в религию можно было бы поиграть. Вон, исследовал территорию. Да, ну, Ацтека, похоже, тоже своя... Свой континент отдельный. Ну, не такой большой, конечно. Не такой большой, как у Рима. И непонятно, как он... Ко всем остальным относится. Мне кажется, что он, скорее всего, должен быть где-то справа просто от Конга. Ну, так, судя по карте... Просто ему больше негде находиться. Ну, Рим уже практически заканчивает расселение. Ну, Рима приятно всё будет, когда он вот расселится и начнёт уже в развитии. О, он встретил Англию. Ой, Францию, Францию. Встретил Францию. Ребята, а можно Баус попросить минуту на две-три? Попроси. Прошу. Никто не... Не, может, в начале хода, там 9 секунд осталось. Дальше ты сидел, сидел, решил закручивать... Что Ацтек вообще? Я что-то не вижу, чтобы он поселенцев особо строил. Сделать перерывчик. И пытается... Что-нибудь тут заселять вообще. Всадники, гавань, рабочие. Да. Ацтек, конечно, не... Не про развитие, я смотрю. Что у нас в войне Англии с монголами? Отбивается благополучно. Ну, как я и говорил. В общем, он даже решил стену не ставить, а поставил коммерческий район. Типа настолько... Уверен. Ну, 178 сил армии против 119. Монгола просто не хватает даже юнитов. А он сверху Рим плавает. Все равно это тормозит развитие. Тридцать члену... Англичанин явно прокачал пингалу на именно культуру. То есть он идет в театральные площади, в... То есть быстрее по культуре пойти, видимо, открыть там музеи, вот это вот. Это вообще на самом деле то же самое. И Конго надо бы. Монгол. Монгол. Конго не так все хорошо культурно. А да я еду не случайно. Я на Риму пингалу качнул. Чтобы оградить Рим? Знаю, границы похожи на Рим. Нет, я не Рим. Я вообще снизу пришел. Ясно. Это монгол нашел ацтека. Ну-ка. Нет, подожди. А кто мяско нашел, не понял, еще раз? Я, вот он. А, вижу, да. Да, интересно. Значит, итоговое расположение игроков. Давайте я вот открою мини-карту Супергерла. Ну, как бы он, конечно, тоже... Значит... Блин, тут хуже видно. Тогда, не знаю, давайте тогда у Рима открою. Как вам нравятся две новые руинки? 10 и 30 веры в каждой. Ну, соответственно. Зеба. Так, Рим выбирает, куда. Служба пойдет в союз. С кем он будет в союзе? С американцами? Значит, получается, у нас на мини-карте показываю. Рим, тут Америка, тут Конго, тут Венгер. Англия, Монголия, Ацтек. Кто построил торговый район? Кто-то построил торговый район. Зави. Я. Видимо, у тебя река есть? Есть. Я строил. У него одна такая большая. Одна массивная какая-то. И называется, как его нация. Да, кстати. Собственно, в основном-то у меня все, больше ничего. На этом все. То есть, ну, конечно, я говорил, что Ацтек где-то вправо от Конга. Он так и есть. Ну, просто где-то далеко вправо от Конга будет. Зачем ты отошел? Мог бы пытать удачу. Ну, зачем вам брать от антикавалерических юнитов, если у... Вот. Если у француза нет антикавалерических юнитов, это... Топейщики там. Пкинеры дальше. Хорошая, конечно, тут ромашка, по идее. Но я думаю, что монголу она уже не понадобится. Все в армию будет идти. Ну, и в Каракоруме надо бы уникальное здание построить, прежде чем... Всадников клепать. Тем более, это его, кстати, выведет в Золотой век. Да, что-то француз вообще решил забить на стены. Ну, на самом деле, этот город не берется. Даже без стен, со стенами. Тем более, армия. Ну, они... Упорочка тут. Я думаю, что и француз уже кучу юнитов потерял. Хотя, вон, у него второго уровня всадник. Он отводит их, лечит. А, полковод... То есть, француз построил военный лагерь, а... Монгол только недавно закончил. И только сейчас начинает набивать на полководца что-то. А где какие-то военные лагеря у француза? У кого-нибудь... Может, он даже не построил поставлен? У кого-нибудь стрельба на Кеннер Уэнзе. Не Блина. Название горной гряды. Не Блина. Так, убили. Прямо, это вы... Прямо, дуболом самый важный юнит. На чем еще раз? Кеннер Уэнзе. Француз, а можешь карточки показать свои? Ага, и в следователя тоже. Прокачал пингалу. Ну, эти по науке и культуре 20-40. Как я говорил, что пингал у него был на культуру прокачан. Ну, я не знаю, тут... Это просто вопрос времени, на самом деле, когда монгола... Француз, карточки покажи, пожалуйста. Ну, правительство, имею в виду. Да, у него не было... Спасибо. У него не было военного лагеря. Он просто поставил карточку на... То есть 10 ходов, и у вас есть великий полководец. У него есть деньги, ну, за счет вот этих... У него просто ресурсы круче, у него клетки с ресурсами круче, которые его и деньги дают, и содержание армии дают. То есть, ну, только вопрос времени, когда монгол будет снесен. Но из-за своей жадности француз из-за этого потерял в развитии. Серьезно. То есть, он мог нормально развиться, и он бы все равно снес монгола когда-нибудь. Ясно. Глазное извержение вулканом. Да, зашибись. Убила юнит монголу. Так, а только я пострадал? Или его тоже юнита? Хороший вопрос. Но у него город пострадал, если ты не видишь. У него голосовый. Да, вижу, вижу, да. Везувий убил... Он два или три жителя в Ларошеле, убил юнит монгола здесь, и эти все ранены. Ну, тут, мне кажется, уже неинтересно особо смотреть. То есть, мы просто ждем, когда у француза появятся юниты, там, на эпоху-две круче, чем у монгола. Монгол даже не может к нему в тыл прибежать, что-нибудь там пограбить. Ацтек категорически отказывается развиваться. Какие-то еще новые города ставят. Зачем? Три города. А, единички играем. Ах. Ну, это Везувий. Он без разницы, на чем играть. Он... Катастрофические извержения постоянные. Да, он Везувий на десяточке. Так, смотрим. Я все жду, когда тут Конга начнет улетать потихоньку. Вот, уже театралочки пошли строиться. День добрый. Зомби. Зомби апокалипс. Как вы думаете, будет в игре зомби апокалипсис или нет? Посмотрим. Раз, два. Так, сколько у Конга? Шесть городов. В принципе, он еще один может вот сюда куда-нибудь воткнуть. Раз, два, три. Ну да, вот тут, где лес. Ему бы поплавать, конечно. Повторить, может что-нибудь справа или слева от него какие-нибудь острова есть. У Америки есть. О, сколько уже Америки городов? Да, ему тут, конечно, повезло с кампусом на плюс четыре. Без гор, но плюс четыре. У Америки все четыре города, кстати. Нет, пять. Пять городов. И вот там слева есть. Ну и, правда, и тут есть, где поставить города. С другой стороны. Видите, он Геликарнат запланировал. В Вашингтоне. А, вот здесь еще город не ставит никто. То есть, Конга, ну вот ниже Балтимура Конга, в принципе, или Америка, могут еще город поставить. Это нормально. Образование. Ну, Америка чисто развитие у него. Все, развитие. Все норм. Да, но основные действия, конечно, развернутся вот среди вот этих четырех игроков, как мне кажется. Потому что Ацтек не развивается нифига. Он просто, ну, он уже отстает и не в состоянии будет догнать. А англичанин с монголом, ну, англичанин больше, я бы так сказал, англичанин упарывается в монгола. Мне выпадает вот такая нация, а Вивику выпадает вот такая. Там отецкий. Интересно, что там у Вивики. Ну, нормальные. Ты просто не знаешь, что он упарывается там со своим соседом, так что можешь пока расслабиться. Ну, Вика, в этом случае, он не монгол? Нет, я не монгол. Ну, пошел выйти. Там, ну, можно будет на островах там поставить города французу. Окей. Так, что Рим? Нет, давайте, наверное, посмотрим Мистера Ди, Венгра. Какие вообще варианты вот у Венгра здесь получаются? Проблема, то же даже и на Конга не напасть. То есть, вот в прошлой игре, когда Мистер Ди играл, за Канаду, я ему все говорил, что он намыл бью, но поэтому были шансы, варианты для развития. Здесь он не сможет Конга забрать. То есть, тут и территория такая сложная, и Конга круче в развитии. Ну, не круче, в смысле, а их даже наравне, но он все равно лучше идет. Я даже не знаю, ну, конечно, тут города ставить, но тут вот, где еще места есть. Ну, места так себе. Мне кажется, единственные варианты, что-то вот в эту сторону попытаться... На этом пока все. Продолжение спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!